Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, на три позиции. На Таро Космик Слумбер. Награда после пережитого. Какую именно отдушину вы получите после того, как вы столько раз страдали и столько раз мучились своей жизнью. И, конечно же, карты Таро расскажут вам всю правду. Выбор позиций зависит только от вас, как вы понимаете. Но вообще человек не может услышать то, что ему слышать не положено. То есть высшие силы в любом случае ему информацию посылают именно ту, которая ему только нужна, которую он должен воспринять для себя правильно. Иногда люди просто неправильно воспринимают ту информацию, которую слышат. Именно поэтому им кажется, что что-то карты Таро сказали не так, не сбывается. Но это не так на самом деле, потому что то, что карты Таро говорят, они пытаются донести до человека эту информацию. На самом деле это всё чистая правда. Так, мы с вами первые три карты достаем. Первая карта на позиции – это у нас ваше сегодняшнее настроение. Так, сейчас я их достану здесь на стол и вам покажу. Вот, первая, вторая, третья. Вам нужно выбрать одну из трёх позиций. Мы рассматриваем с вами награду после пережитого. То есть да, действительно, у вас в жизни было очень много испытаний. Но при этом обязательно придёт белая полоса. Надеюсь, что все выбрали. А те, кто ещё не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока убрала в сторону. Итак, ваше сегодняшнее настроение. Тут у нас, значит, вышла карта Принцесса Жезлов. Замечательная карта. Она, по сути, показывает, что у вас прекрасное настроение. Такое игривое, весёлое, молодое, задорное. Вы готовы смеяться, вы готовы с кем-то общаться, разговаривать. У вас общительное именно настроение. Это не тот момент, когда вы готовы закрыться в комнате и плакать. Вы именно человек на позитиве сегодня. Вы человек компанейский и, наоборот, открытый для людей. Поэтому настроение, конечно же, у вас абсолютно замечательное, я считаю. Прямо такое адекватное настроение. А ещё вы интересуетесь чем-то или кем-то. Вы можете интересоваться окружающим миром, каким-то хобби, может быть. А можете интересоваться и человеком, очень увлечены, может быть, там, ну не знаю, чьей-то биографией. Вот. Или там, чем занимается сейчас человек. То есть интересуетесь, спрашиваете, может быть, у кого-то. Бывает, даже смотрите в социальных сетях. Или хотите с кем-то пообщаться, встретиться. Хорошо, давайте посмотрим, что скажут карты Таро про ваше будущее. Какую награду после пережитого вы в скором времени получите. Так, что у нас тут есть? Так, ну я вижу карту Принц Кубков. Да, Принц Кубков. Эта карта замечательная. Она показывает, по сути, увлечённого человека, который предлагает вам свои чувства. Для мужчины, для женщины это одинаково, это неважно, какого вы пола дам. Но человек предлагает вам свои чувства, кубок с чувствами. И, соответственно, взять или не взять, вот в чём вопрос. Но, учитывая, что мы рассматриваем награду после пережитого, то, конечно, вы посчитаете, может быть, внимание этого человека, чувства к вам, этого человека настоящей наградой. Поэтому это может быть ответ на ваши чувства вполне. Или просто человек, который удовлетворяет, ну, так скажем, всем вашим идеалам в жизни. Ну, то есть параметрам для того, чтобы быть вместе. Причём я ещё раз говорю, что это неважно, с мужчиной или с женщиной я сейчас разговариваю. Важно, что человек, которым вам действительно нравится, вас устраивает, сможет с вами, не знаю, строить правильное отношение, жить, вот он появляется в вашей жизни. Естественно, это настоящая награда. Кстати, забыла сказать для тех, кто сейчас в паре и кто очень хочет наладить отношения. Принц Кубков говорит, что вам ответит тот человек, с которым вы в паре, да, что он будет вам отвечать, ну, так скажем, сторицей за ваше добро, за вашу любовь, там, чувства. И, соответственно, что-то исправит в своём поведении, в своём характере. Смотрим дальше. Что ещё скажут карты здесь? Интересная карта у вас прям падает. Мне нравится. Значит, следующая карта у нас тройка жезлов. Тройка жезлов показывает взгляд за горизонт и ожидание чего-то. Вот такое чувство, что вы действительно ждёте какой-то отдушины, какой-то награды для себя. Такое ощущение по этой карте всегда, что человек дождётся, да, вот что будет что-то такое позитивное в его жизни, радостное, чего он действительно ожидал и дожидается. Вообще, смотрите, как интересно. Принц Кубков и тройка жезлов – это такие карты, карты будущего, во-первых, да, карты продвижения в будущее, карты, когда ты действительно вот что-то меняешь в своей жизни в лучшую сторону сам. Вот как будто бы вы планируете сейчас, а что бы вы поменяли, от чего бы вы были счастливы. И, соответственно, вот тройка жезлов, она показывает часто, что человек кардинально меняет в будущем свою жизнь. То есть вы, когда смотрите вперёд, да, вы можете смотреть за горизонт, вы можете куда-то уезжать, вы можете дожидаться каких-то хороших новостей, вот, и вы дождётесь своего корабля, своего, может быть, аэроплана, да. Так, смотрим, что ещё скажут вам карты. Вообще, судя по этим картам, вы как будто бы переживали самые большие трудности именно из-за географического положения, где вы жили. Может быть, это маленький город или какое-то неблагополучно энергетическое для вас место. И также от людей, то есть они как-то вот не оправдывали ваши ожидания. Так, я здесь вижу карту «Шестёрка Кубков». Она такая интересная здесь, вот смотрите, здесь прям вырываются какие-то потоки, какие-то рыбы из кубка, прям что-то фантастическое происходит. Вот эта карта, она всегда говорит о том, что могут объявляться действительно люди, да, от которых вы не ожидали потока чувств, эмоций или новостей. И они признавать могут свои ошибки перед вами. Бывает такое, что ты живёшь, тебя кто-то обидел, не оправдал твои ожидания, сделал что-то для тебя не очень хорошее, ну, буквально там бросил в трудную минуту человек. И вот объявляется в итоге и говорит, ну, вот мой поток слов, да, как я об этом сожалею и как бы я хотела это исправить. Вот ваша награда после пережитого именно в этом, что кто-то раскается в своих поступках по отношению к вам и прям от души раскается. То есть, на самом деле, внутри этого человека уже есть это раскаяние. Именно внутри этого человека уже есть вот это желание донести до вас информацию, что он на самом деле, ну, хотел бы оправдать ожидания, но в тот момент, ну, не мог, да, или хотел бы поступать иначе, но вот он тоже откуда-то вышел, у него не то воспитание, негативное на него влияние общество послужило, вот, сослужило плохую службу там. Так, ну, давайте резюмируем по итогу, что еще карты скажут. Так, ну, я здесь вижу карту Верховная Жрица. Она говорит о том, что у вас, на самом деле, испытания в жизни посланы были кармические, и потому что в роду были люди с экстрасенсорными способностями. Соответственно, когда я вижу Жрицу, скорее всего, эти способности как-то раскроются. Но есть еще один момент. Когда в роду есть люди со способностями, у рода действительно много испытаний, потому что людей со способностями многие боятся и проклинают. Вот, соответственно, у вас было в роду много проклятий. И, ну, вы страдали, по сути, не то что там за свой род или еще что-то, потому что душа, она специально выбирает, куда ей прийти, в каком, в какой семье жить. А именно, вот как будто бы вы страдали ради своих способностей, ради того, чтобы они однажды раскрылись, понимаете, чтобы принять наследие рода. Но душа именно так хотела, вот знаете, приобрести именно такой опыт. Потому что если бы вы его не приобрели, совершали бы дальше какие-то ошибки в любых других жизнях. Поэтому раскрываются ваши именно способности, идут какие-то откровения. Ну, вот такая вот у нас интересная первая позиция. Она мне вообще очень понравилась. Так, а мы идем к позиции номер два. Первая карта – это ваше настроение. Извиняюсь, что сегодня без камушков, но я же лицом. Поэтому какие камушки я же не могу в руках держать. Так, хорошо, давайте смотреть. На ваше настроение – это у нас королева Пентакли. Королева Пентакли – это спокойное домашнее настроение. Человек находится в некой зоне комфорта или в своей семье. Бывает такое, что у него такое организационное настроение по этой карте. И он просто, ну, там должен обо всех позаботиться, чтобы у всех был досуг, чтобы все были заняты. Ну, это как-то вот берет и всем что-то хорошее делает, да, в семье. А бывает, что человек находится просто в зоне комфорта. Он там, ну, дома себе все обустроил, да, проводится хорошо вечер, например, если у вас вечер. То есть карта такая, она за книжкой может человек посидеть, за телевизором. То есть тихая, спокойная карта. В интернете можно посидеть по ней. То есть ничего как бы так сильно не беспокоит, или вы стараетесь от этого, ну, взять и абстрагироваться, например. Ну, почему нет? Иногда мы должны успокаиваться, иногда мы должны вот так посидеть тихонько. Хорошо, давайте посмотрим, а какая награда вас в жизни после пережитого ждет. Действительно, страдал человек, мучился, когда-то должна наступить белая полоса в жизни, правда? Так, я здесь вижу карту девятка кубков. Девятка кубков – это карта исполнения заветного желания, на самом деле. Смотрите, у вас есть что-то, чего вы очень-очень давно хотите и желаете. Вот есть такой момент в жизни, да, что вы каждый день это произносите, скорее всего. То есть вы давно хотите, чтобы это сбылось, чтобы вот именно в этой какой-то конкретной одной ситуации взяло и все поменялось. У кого что может быть абсолютно по-разному у людей, но есть одно желание, заветное, оно очень-очень вас беспокоит. И девятка кубков, она показывает, что буквально вы успокоитесь, когда оно сбудется. Может быть, вы захотите после этого чего-то другого. Человек состоит из желаний, он хочет быть счастливым, он хочет желать всегда чего-нибудь. Но сейчас вот такой момент, что вы этого желали много лет, скорее всего. И вот это желание сбудется действительно в скором времени. Ну, я тут просто могу поаплодировать. Так, хорошо, смотрим дальше. У меня тоже есть такое желание, если честно. Тоже такое многолетнее. Оно у многих есть. Так, что еще? Тут у нас вышла карта «Пятерка мечей». Эта карта, вот именно в этой колоде, вот смотрите, она немножко необычная, да? Один сидит на облаке, у него два меча, другой на облаке, у него три меча. Заметили? То есть немножко не так это выглядит, как в других классических колодах. Ну, здесь, скорее всего, наградой после пережитого будет окончание какого-то конфликта. Может быть, вы с кем-то давно ссорились, или у вас были непонятки. Ну, бывает такое, что ты, не знаю, годами с родственниками с какими-нибудь не разговариваешь, или с подругой другом, или с любимым даже человеком такое тоже бывает, там, по нескольку месяцев. Вот, закончится конфликт, как будто бы затяжной, скрытый, может быть, конфликт. Может, вы с кем-то на работе не могли найти общий язык, там, не знаю, последние лет десять. Вот, с начальником, например, или с сотрудницей, там, да. Ну, вот карта показывает окончание этого конфликта, его полное закрытие. Причем часто мы не понимаем, почему этот конфликт был. Вот почему он был. Что у тебя в душе такое, что ты со мной постоянно, ну, как бы так обходишься, ссоришься, или там, ну, не хочешь со мной разговаривать, хотя мы вроде как, допустим, там, родственники, или были всегда друзьями. Что случилось? Вы узнаете правду. Вот эта правда, когда вы ее узнаете, она все и разрешит, и завершит. Скорее всего, вас беспокоило это очень долгое время вот с кем-то. Ну, по сути, этот человек должен быть вам или дорог, или, в принципе, внутри этот человек вам симпатичен, но невыясненный вопрос мучил вас обоих. А человек отворачивался от вас много времени. Так, что еще скажут карты? Следующая карта у нас интересная. Тут у нас восьмерка кубков, но тут человек в гору лезет. Вот смотрите. Конечно, эта карта говорит о том, что вы какую-то вершину возьмете. Может быть, вам казалось, что это заоблачные дали. Ну, и, в принципе, вы могли бояться это сделать, бояться сделать этот шаг. Ну, не каждый человек полезет в гору. Вот представьте, что вы бы сейчас, даже и не имея опыта, взяли альпинистское сооружение, сооружение, снаряжение, да, и поперлись куда-то там наверх, полезли даже на, пусть, небольшую гору, но это опасно. И даже если вас постраховывали, ну, не каждый решится, скажет, у меня силы там в руках не хватает, там в ногах, да и вообще я не хочу, холодно мне, неприятно, не хочу. Вот это как бы такое, что человек не решается. Он вроде бы как на самом деле хочет побывать там на вершине, да, посмотреть, ну, ничего себе, какая красота. Но он понимает, насколько это сложно, вот я даже связываться-то не буду. И вот у вас в жизни, скорее всего, было что-то такое, вот с чем вы даже слизаться боялись. А тут раз и полезли в гору, и преодолели всё, и победили. Представляете, вот у вас именно такой будет момент. В Германии, вот где я живу, это может быть начало оформления каких-нибудь документов. Ну, реально, если ты не знаешь, как их оформлять, это целая эпопея. Но у вас, не знаю, где вы, допустим, находитесь, это может быть что угодно, то, что вам кажется трудным, но на самом деле это не такое трудное. Вы можете, на самом деле, туда взобраться и посмотреть с вершины на весь мир, понимаете. Но это тоже награда, ваша собственная победа над собой. Следующая карта у нас – это принцесса Пентакли. Для многих окажется награда после пережитого рождения ребёнка. Ну, тут, конечно, больше всего похоже на девочку. Пентаклиевая вот такая принцесса. Не принц же выпал. Вот вы знаете, эта карта часто награждает детьми почему-то. Многие её так не трактуют совершенно, эту карту. Ну, что вот, будто бы она приносит, мол, ребёнка или беременность. Но на самом деле в своей работе я замечала, что если выпадает эта карта, то беременность действительно наступает. Может быть, вы мечтали о ребёнке после длительного периода эко или бесплодия. Вас жизнь, скорее всего, наградит этим. Но если вы не задумывались над этим, и это не ваша цель, карта принцессы Пентакли показывает благосостояние, богатство. Ну, или просто хорошее финансовое положение. Приход какой-то суммы денег хорошей. Потому что здесь у нас есть золотой телец, то есть у каждой колоды есть свои особенности. И в этой колоде это действительно богатство. То есть в другой бы колоде я сказала, что это маленькие деньги, но здесь золотой телец. Это означает действительно процветание, действительно хорошее финансовое положение в будущем. Ну и давайте резюмируем, да, резюмируем. Или подождите, сколько у нас должно быть карт? Ну да, резюмируем. У вас пятая карта будет сейчас. 4-5 карт у меня по плану. Ага, вышла карта утро. В этой колоде есть две особенные карты. Это утро и ночь, самое интересное. И вот эта карта особенная вам выпала. У вас в жизни наступит утро. Наступит настоящий рассвет. Бывает такое, что ты живешь в темноте, что ты не видишь просвета, и ты не знаешь, когда вообще, где конца и край, ну, ждать, да, в своей жизни. А эта карта показывает, что у вас будет это утро, у вас будет всё хорошо. Ну, вообще карта, видите, как бы показывает взошедшее солнце, да, и светло стало. А это знаете, что значит? Что что-то может просветлеть. Ну вот, проясниться. То есть, это было скрыто и покрыто тёмной, ну, как тайной, да? А теперь это станет для вас явным и ясным. Интересно, да? Ну, такие вот замечательные карты по второй позиции. А мы идём с вами дальше, к позиции номер три. Сначала мы смотрим, какое у вас настроение сегодня. И это принцесса мечей. Настроение такое, немножечко, может быть, агрессивное, или хочется с кем-то воевать, конкурировать, спорить или, может быть, даже ревновать кого-то. Может, выяснить какой-то вопрос, поговорить с кем-то на чистоту, побеситься, кричать. Вот такая карта. Ну, такое ядрёненькое, я бы сказала, настроение. Или вывести кого-то на чистую воду, понимаете? То есть, вот об этом карта говорит. Такое настроение может быть немножечко злобненькое, хитренькое. Ну, часто просто желание кому-то наподдавать. На самом деле. Вот. У меня сегодня такое было. Когда мне сказали в моём шоте, что мне будто бы 47 лет, и что, мол, я видео снимаю с фильтрами. Где фильтры? Это нет никаких фильтров. Видите? Нет никаких фильтров. Ничего нет. Мне 37, а не 47. Ну, даже если бы мне было 47, ну, о чём мы же все старимся. Да и в 37, ну, как бы все уже всё равно старые. Или чё, или нет. Молодые должны быть, да, как конфетки. Как попа-младенца. Не знаю. Ну, кому как. Ну, может, я старая действительно. Ну, зачем писать-то такие вещи? Так обидно было. Я хотела не просто наподдавать этой Кристине. Я хотела ей, не знаю. Я бы, если бы она передо мной была, бы ей, мне кажется, врезала. Честно. Ну, вот вы, энергопрактики. Вы никогда не должны реагировать на критику. В смысле ты не должна реагировать на критику? Я тебя порву сейчас, как грелку. Понимаете? Вот такая вот эта карта. Вот эта вот принцесса мечей – это именно такая карта. Именно такая. Когда я хочу наподдавать какой-то Кристине. Вот. Вот. Если у вас такое же настроение. Ну, сейчас я уже не хочу. Это у меня обычно минут пять чайник закипел, потом выкипел. Потом остыл. Вот. Но если у вас было такое настроение или сейчас есть, то это ваша карта. Итак, награда после пережитого. Оскорбление. Я просто. Награда после пережитого. Итак. У вас тут вышла карта правосудия. Карта наказания всех обидчиков. Правда и справедливость на вашей стороне. И, конечно же… Нет, я не говорю, что у вас такая же история, как у меня там, да, или что-то подобное. Ну, вот наша принцесса, да, Мечей, ну, Паш Мечей, по сути, она показывает, что вы кого-то как будто бы ругали, да, хотели наказать. И вот справедливость, она об этом и говорит, что этот человек действительно признает свою ошибку, будет наказан. Понимаете? Ну, то есть это будет, конечно, не прямо сию секунду в будущем, но то, что высшие силы на вашей стороне, это совершенно точно. Может быть, кто-то подавал на вас в суд по делу, в котором вы не виноваты, например. Или, ну, вплоть до обвинения, да, ложного. Может быть, на работе подставили. Может быть, ваш муж вел себя гадко. Или еще что-то. Вот понимаете, вы на это сердились, и не зря как бы праведный гнев. И справедливость говорит о том, что этот человек будет обязательно наказан, он раскается в своем поступке. Смотрим дальше. Значит, двойка пентаклей. Двойка пентаклей показывает здесь жонглирование этими пентаклями. Карта говорит, вот видите, большой зеленый путь, да, показывает дорогу. То есть, что вы играючи идете по жизни своей дорогой, зеленым путем. Как бы как всему зеленый свет, да. То есть, у вас открывается какая-то в жизни дорога, очень важная для вас дверь, в которую вы проходите. И вы давно хотели вот это что-то сделать такое важное для вас, нужное для вас. Вообще, карта двойка пентаклей, она всегда показывает, что человек способный, что многие его могут оценить по достоинству. То есть, тут вполне знаете, что может быть. Ну, например, на работе, да, вы себя демонстрировали много лет, а никто не мог оценить этого. Ни зарплату поднять, ни премию выписать, ни поднять по службе, да. А вот сейчас это обязательно произойдет, вас оценят. Ну, также двойка пентаклей может показывать, что какой-то человек, например, долгое время выбирал, там, ну, например, в любви между вами кем-то еще. Не мог развестись там, уйти, да. Или, ну, бывает такое, выбирал между вами работой. Ну, сделает он свой выбор, вашу сторону. Или вообще, вот касается какого-то выбора, да, что, может быть, вы стояли в выборе. Но это в любом случае, карта говорит, что, наконец-то, выбор будет сделан, и вы пойдете зеленым путем. Вот именно зеленая дорога. Мне вообще нравятся здесь цвета такие розовые и зеленые. Интересное сочетание. И карта очень приятная в этом плане. В плане цветового подбора. А вы знаете, цвета, они очень много играют роль в нашей жизни. То есть, когда нам цвета приятны какие-то, взору, да, выделяются приятные гормоны нужные. И, соответственно, если вам эти цвета приглянулись, вот вы можете представлять энергии, которые выглядят такого же цвета. Представляйте, как вы идете по приятному, приятного цвета пути в жизни. И вы увидите, как начнет меняться жизнь реально. Так, смотрим дальше. Какая еще награда вас ждет после пережитого? А вот тут вышла карта семерка мечей. Смотрите, сама по себе карта показывает, что вы можете спрятаться от кого-то. Если вы жертва нападок со стороны тирана или многолетних нападок со стороны, там, не знаю, родителей, кого-то из родителей, матери, отца, критики многолетние, еще что-то. Вот как будто вы как в домик спрятались по этой карте. Вы можете скрыться от того человека, который нарушал ваше спокойствие много лет или много месяцев, например. Давление. На вас оказывалось психологическое давление, из-за этого очень страдали. И карта говорит о том, что вы в домике. То есть вы сможете выставить для себя некого рода защиту, что ли, чтобы вы были именно без этого влияния больше. То есть больше вашу кровь не выпьют. Вот так. Вы сможете защититься от тирана, судя по этой карте. Смотрим дальше. Вообще розовые облака такие красивые там были. Следующая карта — умеренность. Это исцеление. Наградой после пережитого для вас будет исцеление души или тела, или все вместе. Кстати, чаще всего тело болеет, если душа болеет. Если душа человека страдает, она травмирована, его физическое тело тоже заболевает. Поэтому умеренность здесь показывает на самом деле, что вы можете получить долгожданное исцеление вашего здоровья или вашей души психологических травм. Бывает, что ты ждёшь исцеления для кого-то, например, для своего ребёнка, мужа, близкого человека. Карта говорит о том, что вы можете быть вознаграждены и этим тоже. То есть получить исцеление для кого-то, кого вы любите. Представляете, вот ангел исцеления пришёл к вам, льёт воду, живую воду именно. То есть вот знайте, что это дорогого стоит. На самом деле никаких денег людям, может быть, и не нужно. Скорее всего, им нужно здоровье, хорошее самочувствие и не выглядеть, как я, на 47. Смотрим дальше. Последняя карта, завершающая. Тут у нас вышла карта «Десятка пентаклей». Вы знаете, это очень хорошая, светлая карта спокойствия, благополучия и финансового достатка. Здесь у нас девушка такая лежит, знаете, вот она лежит и пентакли в воздухе считает. Она спокойная, но чаще всего эта карта ещё и благополучной семьи, цельной семьи и поддержки рода. Поэтому здесь благосостояние за счёт энергии рода, поддержки рода, которой раньше у вас не было. Может быть, было заблокировано, может, был негатив. Сама при себе карта, конечно, очень такая приятная. Она говорит, что человек наконец-то свои нервишки успокоил и пришёл в себя, ну, благодаря тому, что у него стабилизировались финансы. То есть, вот помните, мы говорили с вами по умеренности, да, что вы можете исцелиться и плевать на деньги. Но на самом деле после этого исцеления у вас почему-то лечится и денежный канал тоже. Ну, вот такой вот ответ. Ответ сегодня дали карты. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok